здравствуйте друзья мальчики и девочки господа и дамы с вами дядя юра тема сегодняшнего видео такая грандиозная то есть по этой теме ведутся дискуссии прям холивар сплошной в сетях и около сетей тема такая чем кормить собаку чем что лучше натуральный корм или сухой корм и здесь мне как бы я вот сейчас представлю вам два мнения вот сейчас пойдет комментарий в моем видео и потом пойдет комментарий моего хорошего знакомого это начальник бывший начальник подготовки служебных собак виталик вот его мнение так кто же прав в этой ситуации то есть чем же кормить как сделать так чтобы собаке было и вкусно и полезно и все все всем было бы хорошо давайте все-таки разбираться и как обычно зайдем издалека из истории так как я человек достаточно взрослый да я вот пол жизни прожил советском союзе и вопрос чем кормить собаку он просто не стоял кормили тем что было и проблем ну как бы особенных не было да то есть мечта вот в советском союзе была мечта накормить свою собаку хоть чем поэтому если я вам сейчас начну рассказывать рацион советских собак вот служебных собак да сейчас сразу все будут рвать рубаху на груди и кричать ну так невозможно это издевательство над собакой но это примерно в том же духе что мне дочка сказал как же это вы нас восьбу растили без памперсов так вот получал что и растили без памперсов и кормили тем что было вот судя по тому что сейчас детки бодаются за это чем кормить значит неплохо их покормили что они вот в состоянии чего-то говорить ладно это такая лирика но смысл в том что как только мы плавно въехали капитализм у нас появилась возможность кормить собаку разнообразно то есть на любой вкус на любой кошелек и этому очень способствует скажем маркетинг наше представление вкусной и здоровой пищи поэтому ребята вот тут нужно очень четко понять что не бывает какой-то идеальной еды и вот которая сделает вашу собаку здоровее лучше и счастливее нет это необходимо корм это еда это необходимые условия но недостаточно но вы попробуйте запереть ребенка и кормить его с комнате из окон без дверей и кормить его самыми полезными продуктами он здоровее же не станет вот вот это тоже нужно очень понять что эта часть небольшая и опять возвращаясь к этому капитализму но так как мы их очень хотим 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 нашим любимым детям любимым животным дать самое хорошее появляется так так называемый парадокс выбора мы не знаем то есть что то есть кучу всего до кучу кучу всех предложений и как выуприть самое то что нам подходит она за нас вводит в ступор понимаете советском союзе было хорошо проблем не было корма и не было проблем все вот так теперь переходим уже скажем так к основной теме которую я хочу до вас донести что я думаю отлично наверно наверно натуральное питание то есть вот то что сейчас вот предлагают наверное это хорошо для собаки там мясо попробовать и что-то там погрызть но ребята это еще раз говорю это не панацея от всего вот и выбор у меня вот как сказать ну как владельцы собаки да во первых я прислушался к тому что мне заводчик сказал во вторых мой опыт и в третьих моя лень я решил что в принципе сухим кормом кормить лично мне выгоднее почему да он дороже он дороже будет чем ну как бы смесь на вот натурального то что покупают люди и готовят там собаки но я спокоен за мне есть кому обратиться в случае чего вот он отвечает за качество той продукции который мне поставляет а так как мы находимся в такой в такое время что мы не можем это проверить вот реально у вас нет них спектрографа да вы не можете провести анализ а органолептические свойства корма но как ну откуда вы знаете сколько там белка сколько всего и все упирается на доверие к производителю то есть мы платим за уверенность вот с кормом до что производитель отвечает за то что он туда положил как это про его производитель делает эту продукцию ну сейчас в ней есть знакомый ребят это не реклама честное слово тем более я пользуюсь другим кормом не этой фирмы но он мне прислал ролик про производство а так как я работал на этом производстве я сейчас буду его комментировать этот ролик что там происходит как этот корм делается еще ребята вот типичность заблуждение это вот я очень очень часто смотрю то есть вот в комментариях примерно так да они там напихали всякой херни и собаки от этого болеют и вот я сразу представляю вот посмотрите от силоса это огромный да где вот компоненты корма да прокрадывается какой-то негодяй и запихивает туда чего-то такое ядовитое да нет никто не хочет отравить лично вашу конкретную собаку но вот что здесь возможно компоненты которые содержатся вот в этих силосах которые будут смешиваться один из компонентов дает реакцию вашей собаки это не значит что корм плохой теперь по белку ребята все что обещают не туда напихивают поверьте мне ни один производитель не заинтересована в том чтобы его разоблачили что он не то положил в этот корм да это капитализм и я думаю что идет производители как корма всячески заинтересованы в том чтобы снизить себестоимость его но стоимость она еще складывается не только из того что мы туда напихаем а то что платят за контроль качество вот на этом производстве то есть технологи лаборатории все и это все включается в цену поэтому чем дороже корм тем больше внимания к качеству тем более качественное сырье и тем больше ваша уверенность что как бы собаки будет неплохо на этом корме все и сейчас уйду и запущу вот этот ролик и в объясню как праве работает производство вот этих всех коров ребята линии одни и те же это стоят силоса это эти из в эти силоса засыпаются компоненты эти компоненты в определенных пропорциях смешиваются дальше дальше на линии идет формовка этого распасовка это уже это мелочь главное то что туда запихнут все поехали посмотрим этот ролик ну что ж давайте на фоне вот этих скандинавских красот посмотрим как производится корм ребята вы поймите меня правильно я не работал в этой фирме и я ее не рекламирую и дюшка питается совсем другим скажу что мой дешевле но этот тоже с от качественной и действительно он отвечает всем тем требованиям которые подъявляют к кормам современным ну вот вы видели да завезли сырье засыпали в силосы вот тут вот размешивается и все это ссыпается ну жаль что это я так потому что ролик рекламный и тут больше такой вот но уже упаковка где вот эти все глянцевые штучки где куда-то едут смысл в тот в том что что это не только стоимость и действительно стоимость сырья это реклама и вы посмотрите как агрессивно рекламируют всякие ну производитель на тв в интернете каждый заинтересован продать и каждый заинтересован чтобы это было качественно и чтобы было меньше претензий поэтому господа и данные я не думаю что вы совершите великий грех если вы будете кормить сухим горном впрочем также как и натуралки но пока вот они тут едут и радость всем собакам приносит нет это он это нормально и честное слово это качественные формы и действительно он достоин того чтобы вот показывать но это не реклама это просто как бы мое личное мнение ладно сейчас вот этим милым сюжетом закончим и я опять выйду на улицу и буду оттуда вещать ну все вот примерно в том же и духе вот все это идет у меня даже время осталось для призыва для своей рекламы братья и сестры подписывайтесь на канал топите нас лайках жмите на колокольчик и соответственно ребятки вам будет счастье нам будет мотивация всем будет хорошо все вот все мои рекламы тоже закончились ну вот вывод я сделал ранее да так что ребят все равно чем вы кормите собак дальше идет чистая психология человеческая ребятки но мы по жизни все очень эгоцентричны и нам кажется то что нам нравится должно обязательно нравиться собаки и вот эти все мечта разнообразить собачий корм это тоже вот это наше восприятие вот как сделать чтобы нашему любимому животному жилось прям лучше всего только ребятки вот понимаете если сравнивать с детьми с детьми собаку с ребенком да ребенок может обменяться информацией искать вот представляете там соседский васька там жрал гамбургер я тоже хочу этого нет собаку к чему вы приучили тому она и будет и рада все остальное от лукавого ребятки поверьте мне мы очень подводим логическую базу под наши поступки наши действия у нас это очень хорошо получается но ребята собаку же не скажет это в нашем в нашей голове это происходит ребят то что мы делаем мы делаем это для себя большому счету поэтому чем кормить это зависит от вас и от ваших тараканов понимаете в вашей голове ну естественно финансов то информация которую вы верите а вера она не требует извините доказательств вот верю и все вот я верю что собаке необходимо питаться там жареными пончиками вот попробую переубедить не бесполезно так что ребятушки что ты делаешь что-то мы делаем это прежде всего для себя вот а возвращаясь к нашим тараканам то есть и у меня и у вас у везде у каждого есть свои тараканы только смысл свои тараканы чужим подбрасывать но нет смысла ребят в принципе можно тут опять какой-то великий срач устроить да сказать что вот корма это плохо появятся защитники появится наоборот противники и будет великая битва мнений знаете это есть поговорка о вкусах не спорят ребята спорят всю жизнь спорят за каждый взгляд свой за несоответствие поэтому ребят у каждого свой вкус кормить чем хотите как вам удобней вот но не забывайте что это всего лишь небольшая часть собачьей жизни кормежка и чтобы собаку жила счастливо нужно все-таки еще что-то кроме пищи да не хлебом единым сыт человек тоже то же самое собакам все ребята я с вами на сегодня прощаюсь удачи дядя юра ларочка шуня и дюша все дюша